Приветствую вас дорогие друзья и снова мы отвечаем на вопросы наших зрителей. Есть вопрос, который продолжает предыдущий и звучит он так. Кто дал сатане власть над людьми? Я думаю, что это не совсем правильный вопрос, не совсем корректный, потому что власть сатаны над людьми, она очень относительна и она определяется самим человеком. Знаете, я вспоминаю ситуации, которые были в какой-то степени во времена моей молодости, когда, допустим, знаете, человек, одалживающий у кого-то какие-то средства, как правило, средства были у людей нечистых на руку, попадал в какую-то кабалу. Знаете, говорят, ставили на счетчик. Таким образом, человек, он, ну, просто, можно сказать, продавал себя в рабство. Вот в духовном смысле можно говорить то же самое и о власти сатаны над нам. Если мы продаем себя через принятие греха, через принятие страстей, через утверждение в неверии, в сладострасти, в извращении своих правильных, настоящих христианских целей в жизни, таким образом мы становимся подвластны сатане. И это не что-то такое, знаете, ну, богословское и что-то такое формальное. Это действительно так. Конечно, сатана будет властвовать над человеком, который отдает себя, допустим, в руки азарта или отдает себя в руки пьянства, блуда, чревоугодия и так дальше. То есть, таким образом человек себя сделает зависимым от сатаны. И я должен сказать, что наша победа, вот, она зависит не только от нас. Она зависит от нашей решимости, безусловно, от нашей воли. Но это победа Христа. И, друзья мои, этот вопрос я хотел бы, ну, вот, как бы, несколько перенаправить. Мы должны избавляться от власти сатаны в своей жизни. Мы должны бороться с грехом. Мы должны, знаете, отдать все долги вот этих грехах и страстях сатане, чтобы ничего ему не быть должно. И тогда, тогда, я думаю, что наша жизнь, она будет совсем-совсем иной. Уже здесь, на земле. Дай Бог, друзья мои, чтобы мы никогда ничего не должны были сатанить. И это будет являться важным условием нашей жизни во Христе Иисусе. Пусть в вашей жизни будет больше света. Пусть в вашей жизни будет больше света.